Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и как вы догадываетесь Эдуард Петер я сегодня сходил с утра на прогулку разведку такую мы сделали я вам ее покажу попозже а сейчас я сижу жду когда придет каска строительная а конечно не пришла потому что к вечеру когда строители уйдут своих объектов я хочу поехать туда и там на фоне изображать из себя строителя с дроном в руках а пока вот чем-то занять время я решил вспомнить что у меня есть вот такие инструменты всякие разные они требуют обтравки такой небольшой давайте покажу способ который я пользуюсь есть проблема в том что у этих это уже почти одни из последних и вот посмотрите у него масса масса просто каких-то этих пылинок царапок и так далее вы скажете что да можно же вырезать потом тени подставить нет ребята дело в том что во первых на вырезание очень много времени уйдет во вторых тень натуральная конечно здесь можно и поправить подставлять это тоже требует усилий поэтому я вам покажу сейчас способ которым я пользуюсь когда попадают такие ситуации то есть вот я сейчас все выбрал пойду возьму вот этот вот который действует на фон но видите она все равно не убирает до конца поэтому ничего страшного так вот так сделаем вот все хорошо открываем и понеслось вот они они у нас есть конечно можно было бы воспользоваться там вот этой ремонтной кисточкой такое но это долго тоже и нужно поэтому мы с вами сейчас напишем пару скриптов первый скрипт будет такой напишем так чтобы немецко означает начало записать я опять своем пятом фотошопе как-то больше нравится мне более привычный я проработал с ним много лет поэтому сиси вот этим я как-то не вижу большого преимущества а так как я проработал все время здесь в германии с немецким фотошопом и учил немецкий фотошоп мне с русским как-то не с руки когда я для себя работаю я работаю в немецком фотошопе и так что мы ему скажем мы ему скажем что нам надо первонаперво закрыть все это белым нажимаем control и стрелочку назад все закрыли опа я ошибся извините так сейчас остановлю вот это забыл что новый слой то на так записываю записал ставим новый слой вот здесь нас он написал что новое новый слой сделан теперь мы говорим что нам надо запомнить в белом раз и нам надо поставить маску 2 все на этом начало закончено а дальше я делаю следующим образом я сразу беру черную кисточку красочку и просто вот тут зарисовываю так тем самым сто процентов избавляясь по всей площади от этих пятнышки от этих пятнышков какие-то пылинки соринки вы же знаете где я работал это не в студии я работал в этом сразу можно корректировать тень видите я корректирую так делать я работал в мастерской 1850 года которая вся полностью в пыли древности и посему вот это мне вполне опа строит это я уже перевозил вот так вот все то есть меняя красочку мы с вами добиваемся то что нам нужно если где-то залезли меняем на черное и доводим до ума все хорошо отлично получилось кияночка теперь идем и говорим новое теперь нам нужно новое назовем ее ту 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 на инструменты вверх свой или масло масляным и записать говорим ну а тут у нас так что мы во первых соединяем все на одной далее идем фильтр и говорим что надо нам это дело он шарф маскиры то есть ну да он шарф маскиры или мы можем как давайте по новой сделаем фильтр он шарф маскиры там просто уже настроено было вот где-то где-то 60 70 так то так одна седьмая окей так теперь он еще раз записал это далее мы пойдем информацию о файле и здесь он не записан импортируя что вот у меня на английском и описание и это я делал заранее назвал эту вот то есть здесь можно так экспортировать записать все да все вы хотите здесь и экспортировать записать допустим я экспортировал как пулут то есть инструмент для дерева ok говорим ok и теперь сохраняем там где нам это нужно так теперь сохраняем найдем где у вас тут тульчик вот она ну и вот тут у меня уже сделано я говорю что вот здесь пожалуйста сохранить эту пьяночку ну вот и все как вы заметили довольно таки теперь с готовыми скриптами можно довольно таки быстро работать ну в общем у меня на обработку уходит минимум времени при этом и я сто процентов уверен что ни один инспектор не не придирается и не придирается к моему выделению ну все коротко и сердито до следующего видео пока и